Еслат Сити, ЕСВЯТО Поэтому к критике чистого разума обращаться не будем, потому что у них отсутствует как критика, так и чистый разум. Их разум замутнён. Антироссийские тезисы, которые не смогли пропихнуть в итоговую декларацию от США, выпустили отдельным заявлением. Но это такое же жесткое отчаяние. Западные СМИ, кстати, в отличие от некоторых наших экспертов, расценивают переговоры с Си Цзиньпином как поражение Байдена. Но дело в том, что ряд наших экспертов выросли в таком тайном восхищении Америкой, поэтому они убеждены, что всё, что делает Америка, тем более на территории Америки, это всегда их победа. А там, ну это уже не важно. Ничего, ничего. Однобокость наших экспертов тоже будем постепенно выправлять. Напомню, к сожалению, с 90-х, существенно даже с конца 80-х, часть наших академических институтов были не институтами изучения, как, например, США и Канады, а институтами обожания США и Канады, что не очень полезно. Так что давайте поспокойнее, давайте повзвешеннее и не спешить с резкими оценками, кто проиграл, кто победил. Тем более, когда речь идёт о таком непростом и сложном процессе, как дипломатическом. Всё надо взвешивать. При этом причина поражения Байдена во время переговора с Синьцзимпинов не в позиции США, а в коварсы Китая. Вашингтон заявляет Пекина, что не ищет конфликта, а то же самое они и нам говорили, а по факту только усиливает эскалацию. Вообще, когда американцы что-то говорят, надо вспоминать старинную американскую поговорку. Когда врет адвокат американский, когда у него шевелятся губы. Вот абсолютно то же самое можно сказать в американских политиках. А так в остальном честнейшие, милейшие люди. От вооружения Тайвань Америка не отказывается. Теперь ещё и Япония продаёт крылатые ракеты «Тамагавка». А это заметно изменяет расклад сил в регионе и требует уже ответа как от китайских товарищей, от северокорейских товарищей и от нас. Притом от нас в первую очередь. Напомню, у нас в Японии есть нерешённый территориальный вопрос, который для нас закрыт, а они всё по-прежнему дёргаются. А у нас по отношению к Японии, в общем, есть тоже существенный неразрешённый вопрос. Напомню, товарищу Сталину земельку обещали на японских островах по результатам Второй мировой войны и не выполнили обещания. А чувствуется, что зря не выполнили. Вообще, многие вопросы, которые нам обещали, они выполнили. Придётся так достать из сундука истории, аккуратно пыль сдуть и посмотреть, а что было написано. Нет, ну, нам же хамят, вот там Польша нам хамит, требует каких-то репараций. А нам есть, что почитать, что посмотреть и кому какие счета предъявить. Ну, конечно, то, что происходит на Ближнем Востоке, это запредельно. Это просто запредельно. Становится понятно, что Запад ограничится пустыми заявлениями. ООН полностью расписал о своём бессиле. Но до кончей Вашингтон-Пост появилась статья за авторством Байдена. Я помню, когда я был относительно молод, Леонид Ильич Брежнев вдруг почувствовал себе колоссальный писательский дар. И Леонид Ильич тогда написал трилогию «Малая земля», «Целена» и «Возрождение». Он тогда это назывался. При этом обвиняли Леонида Ильича в том, что это он не сам пишет, а что за него пишет группа авторов. Я не знаю, писал ли Леонид Ильич сам в своей книге, но то, что Байден сам не мог написать никакую статью, понятно даже ёжику. Просто Байден и написать человек прочитать не может то, что ему пишет, очевидно, не он сам. Ну, вдумайтесь, да? Если человек пытается прочитать что-то с телесуфлёра и говорит, нет, это слово я точно прочитать не смогу, значит, очевидно, текст, который завели на телесуфлёр, писал не он. Потому что, когда человек сам себе пишет, он волей-неволей понимает слова, которые положил в каком-то виде или на бумагу, или набил на разнообразных устройствах. Но ни единого шанса у Украины на самом деле победить в этой войне нет. Его не было изначально. Я не думаю, что те выдохлись. Мы видим, как они продолжают пытаться. Очевидно, что они планируют десантную операцию. Они об этом впрямую пишут. Это было как раз обращение в западных СМИ, когда они просили подготовить свои десантные возможности для того, чтобы каким-то образом пересечь водную преграду и высадиться у нас. То есть мы видим регулярные концентрации сил и средств, видим их битву за острова. То есть наши в готовности, наши смотрят. Но я бы не спешил забрасывать шапку. Не, не, совсем бы не спешил. Я не забрасываю. Это будет фол последней надежды, что всё-таки сунутся и попытаться вырвать. Да, безусловно. Надежда далеко. Ну, слушайте, мы военем со своим зеркалом. Там тоже упертые. Большая советская армия с маленькой. Они же сами теперь уже говорят. Ощущение, как будто декоммунизации не было. Они не подготовлены после того, как они пройдут несколько недель тяжелых боев, уже будут обстреляны. Мы это видели. Здесь очень важно не поддаваться эмоциям. А это, Владимир Владимирович, а нет никаких правил войны? Это нам рассказывают, что есть какие-то правила. Правила войны конкретно, да, это в конкретном месте, в конкретной ситуации решает тот командир подразделения, которое там находится. Брать кого-то в плен или не брать? Понимаешь? И как поступать? И так или по-другому? Вот ещё нет никаких правил. Нам навязывают какие-то правила, чтобы, так сказать, связать нам руки. А ничего не существует. Прав тот, понимаете, победителей не сурят. Есть одно. Да, понятно, мы никогда не будем стрелять в стариков и детей. Мы никогда не будем гнать пленных по медным полям, как это делают украинцы. Понимаешь? Мы никогда до этого не опустимся. Мы не такие. Да, мы не такие, да. Но рассказывать нам про то, что нужно делать, да. Нам рассказывали уже, что кассетные боеприпасы – это преступление. Конечно. Вот что дальше, что? А почему мы до сих пор не молотим? Тогда ещё псаки. Да, а почему мы до сих пор не молотим? Я не знаю, может быть и молотим, но, так сказать, массово, по-моему, этого ещё не происходит. Мы себя сами ограничиваем, понимаешь, играем в благородство. На войне такое управление благородства воспринимают как слабо. Как слабо. Абсолютно правильно. Почему он это вот так говорит? Почему он говорит? Потому что, к сожалению, были моменты, на которые мы, наверное, можно быть по каким... Я ещё раз повторю. То, что там не происходит что-то в данный момент, что нам хотелось бы, я здесь что-то неправильно. Означает, может, что у нас нет той информации, на основании которого это происходит или не происходит. Я думаю, что со временем, так сказать, мы получим ответы на все вопросы. Председатель КНР призвал Вашингтон прекратить вооружать Тайвань и подчеркнул, что восстановление суверенитета над островом неизбежно. Да ещё и призвал отменить односторонние антикитайские санкции. Байден главным итогом назвал возобновление связи между военными ведомствами Пекина и Вашингтона, которые позволят избежать просчётов любой из сторон и предотвратить конфликт. Вашингтон-Пост называет результаты встречи скромными. Гардиан утверждает, что, назвав си диктатором, Байден поставил точку в соприкосновении с Пекином. По убеждению Зеленского окончание войны может быть самым разным, но Россия непременно, как он выразился, должна пострадать. Ещё раз, это прямая цитата. Что именно Зеленский имеет в виду под окончанием войны, он тоже пояснил. Россия должна вывести войска.